Если вы постоянно откладываете на потом и никак не можете начать реализовывать свои мечты, то вам просто необходимо посмотреть это видео. Как дела, ребята? Меня зовут Эван, и мое главное слово «Верь», и я верю в вас. Я хочу увидеть, как ваши мечты и задуманные планы притворяются в жизнь. Я хочу, чтобы дело вашей жизни оказало влияние на ваших родных, ваших друзей и вообще на весь мир. Я часто вижу, как многие предприниматели никак не могут взяться за реализацию своих планов. У них есть идеи, но они постоянно откладывают их в долгий ящик. Но время может быть упущено, а планы так и останутся нереализованными. Сегодня я расскажу о семи способах перестать прокрастинировать и начать действовать уже сегодня. Номер один. Нужно взять ответственность на себя. Я думаю, что этот пункт важнее всех остальных. Когда вы возьмете на себя ответственность за все то, что случилось с вами в жизни, только тогда ситуация вокруг вас начнет меняться. Большинство бизнесменов, да и других людей, все время находятся в состоянии жалоб и обвинений. Вы не добились успеха по каким угодно причинам. Ваши родители, правительство, система образования, страна вашего проживания, ваш пол, ваше воспитание, ваше прошлое. Выбирайте любую причину. Если вы подойдете к зеркалу и спросите себя, почему я не добился успеха, как правило, большинство людей, отвечая на этот вопрос, начинают оправдываться, жаловаться на обстоятельства или возлагать вину на кого-то еще. И в принципе все это справедливо. Ведь если, например, вы не выросли в Канаде, как я, то у вас нет того преимущества, что есть у меня, чтобы начать свой бизнес. Но с другой стороны, что с того? Если вы не родились в Канаде, это не означает, что вы не можете добиться успеха. У миллионов людей получилось, многие начинали свой путь не обладая этими преимуществами, что есть у вас прямо сейчас. Если вы смотрите это видео, значит у вас есть доступ к интернету, значит вы уже инвестируете свое время в самого себя. А это преимущество. Так что просто возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Причиной того, что вы имеете то, что имеете, являетесь вы сами. Вы сами являетесь причиной того, что ваш путь не такой легкий и прямой, как вам бы хотелось. Многие другие факторы также играют свою роль, но вы не можете все время искать козла отпущения. Вы должны искать причину в себе. Вы должны нести ответственность за самого себя и начать действовать и добиться своей цели. Вначале все пойдет плохо. Это будет полный отстой. Когда некого винить, черт, это неприятно, знаете ли. Понимание того, что все зависит только от вас и некому вам помочь, может вогнать в депрессию. Но я нахожу в этом нечто вдохновляющее. Несмотря на депрессию и грусть, вы понимаете, что вы всегда можете все изменить. Вы можете все исправить, улучшить и создать себе более счастливую жизнь. И вам не нужно ждать выборов нового президента или снижения налогов или чего-то еще. Вы можете все исправить здесь и сейчас. Если я приложу энергию, усилия и драйв, я могу добиться всего, чего захочу. Когда вы полностью осознаете, эта окружающая жизнь начинает меняться. Вы должны взять на себя ответственность за свою жизнь и за те цели, которые вы хотите добиться. Номер два. Найти свое главное слово. Я написал книгу, которая называется так же. Она о том, как в жизни найти свой девиз, основа основ. То, ради чего вы работаете. То, ради чего вы создаете свой бизнес, а затем воплощать свой девиз в жизнь и в работу. Очень часто люди начинают прокрастинировать именно потому, что они не знают, к какой цели они идут. Их цель их не вдохновляет. Эта цель или слишком незначительная, или слишком размытая, или они боятся действовать. Когда вы поймете, за что готовы бороться, когда вы найдете свое главное слово, оно должно стать для вас вдохновляющей целью. Миссией, которая постоянно заставляет вас увлеченно браться за дело. Для меня таким словом является вере. Мой контент на канале относится к вере. Все мое окружение связано с этим, мой утренний чай, мои привычки связаны с этим пониманием. Понимание того, кем я являюсь и за что борюсь, позволяет мне создавать более благоприятную атмосферу и вдохновляющую рутину. И сама цель вселяет в меня оптимизм и заставляет двигаться дальше. Когда ваши цели вас воодушевляют, вы гораздо охотнее начинаете их притворять в жизнь. Если ваши цели не вдохновляют вас, если они вселяют в вас скуку, если вам от них ни холодно, ни жарко, вы, скорее всего, будете откладывать их на потом. Да ну, сделаю позже. Не хочу, не буду. Если вам нужно что-то сделать, как, например, мне важно снять для вас это видео, вы будете это делать. Сейчас я беседую с камерой, но я чувствую эту энергетику. Я чувствую важность того, что я делаю. Моя энергия исходит от меня через объектив прямо на вас. Я это ощущаю. Я думаю, что можно улучшить. Как создавать на своем канале по три видео каждый день. Большинство людей с трудом заставляет себя создавать по одному видео каждую неделю, а я хочу создавать по три. Потому что я люблю то, чем я занимаюсь. Моя цель – изменить этот мир к лучшему. Я считаю, что поиск своего слова может сильно повысить вашу самоосознанность, чтобы вы поняли, за что готовы бороться. Номер три – это создать план действия. Иметь план действия крайне важно, ведь вы должны четко осознавать, чего вы хотите добиться и что для этого нужно. Вначале вы берете ответственность за свою жизнь на себя, но что потом? Какие шаги следует предпринять? Тут как раз срабатывает стратегия успеха Марвина. Когда вы находите себе пример для подражания других людей, которыми вы восхищаетесь в своей области, например, Стива Джобса или Говарда Шульца, неважно. И вы анализируете, что привело их к успеху. Очень многих людей парализует необходимость сделать следующий шаг. Как мне это сделать? Что я должен сделать? На самом деле важно начать, и совершенно не нужно пытаться сделать первый шаг идеальным. Вовсе нет. Отбросьте свои страхи. Его просто не существует. Идите вперед и стройте свое здание по кирпичику. Постоянно двигайтесь в сторону своей цели. Лично мне очень помогло следующее. Я анализировал путь к успеху людей в своей области. Я думал, что же можно взять у них, какой опыт я могу перенять. С другой стороны, я анализировал успешных людей и вне своей области. Думал, какие идеи я могу использовать. Проделав всю эту работу, я начал разрабатывать свой план действий. Что нужно, чтобы разработать план действий? Не стоит тратить на это целый год. Проведите исследование, набросайте план и начните его выполнять. Шаг за шагом. Если вы пользуетесь планом, который сработал у других людей, вы получаете дополнительную мотивацию. По крайней мере, мне это придает сил двигаться вперед, постоянно, и не откладывать что-либо на потом. Шаг номер четыре. Вы должны повысить свои ставки. Причина, по которой вы откладываете работу на потом, может быть, заключается в том, что вы не считаете ее важной. Так вы будете постоянно ее откладывать. На завтра, послезавтра и так далее. И никогда за нее не возьметесь. Вы никогда не найдете правильного времени. А что, если я скажу вам, что вы заложник, ведущий переговоры с преступниками? Группу людей взяли в заложники прямо сейчас, и их жизнь зависит от вас. Ваша задача – освободить их. И ваша задача – закончить вашу работу. Если вы закончите свою работу, то группу заложников освободят. Им позволят вернуться к нормальной жизни. Они смогут вернуться к семьям и продолжать жить счастливой жизнью. А если вы не закончите свою работу и провалите все дело, то они умрут. Что же сделает человек, ведущий переговоры? Облажается? Ой, простите, я старался, но у меня не вышло. Конечно, нет. Он никогда так не скажет. Он пойдет на все, только бы вызволить этих заложников. Верно? Вы скажете, «Лили, это какое-то безумие, это слишком экстремальный пример. Как можно сравнивать меня с недописанным имейлом и заложником, ведущим переговоры? У меня все гораздо менее критично». Но я говорю вам, нет, это также очень важно, потому что в определенной степени ваша идея, ваша миссия, ваше дело, которое вы хотите осуществить, и является этой ситуацией с заложниками. Ваша задача – освободить заложников, то есть реализовать свою идею и выпустить ее на свободу. Например, если вы хотите быть инструктором по фитнесу, и ваша мечта мотивирует миллионы людей заниматься спортом и положить конец ожирению, и это является вашей миссией, но вы прокрастинируете и никак не можете отправить первое письмо своему первому клиенту, которого хотите тренировать. Это значит, что вы держите в заложниках людей, так как вы не можете решиться отправить имейл первому клиенту по какой-то причине. Вы боитесь отказа или не считаете это важным. В результате люди умрут от ожирения, потому что вы не отправили имейл, который позволил бы вам стать фитнес-инструктором миллионов людей. Вам не суждено стать инструктором, и люди не смогут заниматься спортом. Люди не смогут стать красивыми и стройными. Они не смогут жить полноценной жизнью. Из-за вашего бездействия они могут даже умереть. Что вы чувствуете теперь? Ваше письмо уже не кажется вам таким незначительным? Вот так, ребята. Всегда нужно повышать важность того, чем вы занимаетесь. Даже если вы пока что не ощущаете эту важность сами. Уверяю вас, она есть и она весьма велика. Убедите себя, что она есть. Заставьте себя ее почувствовать и не успокаивайтесь, пока не доведете свое дело до конца. В следующий раз, когда поймаете себя за прокрастинацией, смоделируйте ситуацию с заложниками и повысьте свои ставки на выполнение задачи. Шаг номер пять. Изменение своего окружения. Оно имеет большое значение. Вот, например, мой офис. Почему я повесил на стены портреты этих людей? Для вас они ничего не значат. Вы, может быть, понятия не имеете, кто они. Но я захожу в офис и сразу же вдохновляюсь их примером. Моя одежда вдохновляет меня. Я надеваю ее на себя и чувствую себя супергероем. Моя худи и футболка под ней помогают мне в моей работе. Ваше окружение влияет на вашу работу. Так что задумайтесь, где работаете, с кем общаетесь, где реализуете свои идеи. Есть одна история про Сильвестра Сталлоне. Он работал ночью и при этом наглухо закрывал окна, чтобы ничто ему не мешало. Эдгар Аллан По поступал так же, и Сталлоне брал с него пример. Впоследствии Эдгар По понял, что его книги полны страданий, они довольно-таки мрачные и тяжелые, герои постоянно умирают. Для того, чтобы создавать что-то позитивное, нужно, чтобы и окружение работало на вас. Оно должно быть светлым и нести положительную энергию. Ваше окружение влияет на ваши мысли, действия, ваше поведение, на то, можете ли вы дерзнуть и преуспеть, или вы боитесь решительных шагов и так далее. Люди вокруг вас, как они влияют? Они поддерживают вас, мотивируют, радуются вашим успехом. Помогают ли они вам идти вперед и добиваться своих целей, или демотивируют вас? Вдохновляют ли вас книги, которые вы читаете? Вот эту я читаю каждый день. Книги должны вас мотивировать, заставлять двигаться вперед. Видео и фильмы, которые вы смотрите, все это очень важно для материализации ваших планов. Если вам не повезло с людьми в вашем окружении, постарайтесь с ними не общаться. Лучше уж сократить свой круг общения, чем иметь дело с негативными людьми. Так что обратите внимание на людей, с которыми вы общаетесь. Помогают ли они вам в достижении целей? И подумайте о своем рабочем месте, вплоть до обстановки, мебели, до вашей одежды. Что вы видите каждый день, когда вы занимаетесь своей работой? Измените обстановку, чтобы она помогала вам добиваться желаемого. Шаг номер шесть – это ваши привычки. Я слегка затронул эту тему в предыдущем пункте. Каждое утро я встаю и принимаю за рутинные дела, которые помогают мне в моей работе. Каждое утро я встаю и слышу пение птиц за окном. Мне это нравится гораздо больше противного сигнала будильника. Я встаю за десять минут до восхода солнца. Я умываюсь, потом читаю страницу из книги, вдохновляюсь гениальными идеями выдающихся предпринимателей. Выпиваю большой стакан воды, потом читаю цели на текущий день. Это совсем не сложно. Кроме того, это позволяет вам войти в рабочий режим. Я знаю, чего от меня ждут другие люди, и я хочу соответствовать их ожиданиям. Очень легко прокрастинировать и ничего не делать. Особенно легко впасть в ничего не делание начинающим бизнесменам, у которых нет начальства. Мы сами себе начальники, так что никто не стоит над нами и не заставляет работать. Когда я читаю страницы из этой книги или смотрю свое видео на канале, я делаю это для себя. Я написал свою книгу. Очень здорово, что вы, ребята, покупаете и читаете ее. Здорово, что вы смотрите видео, которые я выпускаю. Я делаю это все для вас. Но я не заставляю себя это делать. Мне не нужно себя превозмогать. Я хочу идти к успеху каждый день. Я открываю любимую книгу, вижу страницу, написанную Стивом Джобсом. Там столько гениальных идей. Я считаю, что важно начинать свой день с таких вещей. Каждый божий день. Что бы вы ни делали, смотрели видео, читали книгу или еще что-то важное для вас, у вас были моменты в жизни, когда вы чувствовали себя смелыми, решительными и готовыми завоевать весь мир. Вы верили в себя на тысячу процентов. Подумайте, что заставляло вас чувствовать себя именно так. Что заставляло вас ощущать такую мотивацию, вдохновение и восторг? Найдите источник вдохновения и включите его в свою каждодневную рутину, в свой распорядок дня. Если вы будете начинать свой день с ощущения, что вы можете абсолютно все, ничто вас не остановит. Ваша жизнь изменится до неузнаваемости. Я призываю вас найти свой источник вдохновения. Для меня это создание видео и чтение любимой книги. Найдите этот источник мотивации, и вы увидите, как все начнет меняться к лучшему. Шаг номер семь. Создайте себе форму отчетности. Очень часто начинающие бизнесмены и фрилансеры не выполняют задуманных планов. Знаете, как это часто бывает? Ставишь себе будильник, а потом просто выключаешь его утром и продолжаешь спать дальше. Так и с целями. Сначала ставишь их себе, а потом забиваешь на них. Как будильник взял и выключил. Ведь ничего страшного не произойдет. То есть первое действие, с которого вы начинаете свой день, просто отказываетесь от своей мечты. Если мы отчитываемся перед кем-то, мы не так склонны забивать на свои цели. Скажем, девушка идет в спортзал с парнем, перед которым хочет похвастаться хорошей фигурой. Или у вас и у другого человека есть веб-сайт, и вы хотите поработать вместе и договорились встретиться в Старбаксе. Скорее всего, вы встретитесь и поработаете. Потому что у вас есть договоренность, некая связь друг с другом. Если вы одни, вы не так сильно стремитесь довести дело до конца. Так что подумайте, как вы можете привнести в свою жизнь какую-то форму отчетности. Может, у вас есть наставник или группа единомышленников? У меня таких группы две. Одну я возглавляю, в другой я веду свой канал на Ютубе. Кроме того, я понял, что мои видео также являются своеобразной формой отчетности. Когда я смотрю, как Стив Джобс фонтанирует гениальными идеями, я тоже начинаю хотеть совершить что-то значительное. Это заставляет меня работать еще больше. Конечно, я прекрасно осознаю, что я никогда не смогу быть Стивом Джобсом. Я не сравниваю себя с ним, но он мотивирует меня работать лучше и добиваться большего. Я понимаю, что могу стать лучше. Может быть, для вас это друг или член семьи или другой предприниматель. Придумайте, перед кем вы можете отчитываться за свою работу, за свои шаги к цели. Вы можете делать это раз в неделю или раз в месяц. Найдите кого-то, кому вы сможете отправить список целей на этот месяц. Три цели, которые вы поставили себе достичь за следующий месяц. И каждую среду в три часа вы можете встречаться с этим человеком в кофешопе. Всего по 10 минут. Привет, как у тебя дела? Как там твои цели? Все получается? Если вы знаете, что вам нужно поговорить с кем-то в среду в три часа и рассказать ему о том, как вы продвигаетесь к своим целям, вы вряд ли захотите облажаться и оправдываться при встрече. Ответственность заставит вас работать и продвигаться вперед. Вы будете стремиться произвести хорошее впечатление на своего наставника. Так что я советую вам найти кого угодно. Друга, члена семьи, наставника, группу единомышленников. Словом, кого-нибудь, перед кем вы будете чувствовать ответственность и отчитываться ему на какой-то регулярной основе. Спасибо, что посмотрели это видео. В нем я рассказываю вам о семи шагах, которые помогут вам перестать прокрастинировать и начать действовать здесь и сейчас. Я сделал это видео по просьбе Кена Ниффи. Если вы хотите, чтобы я сделал ролик о каких-нибудь семи шагах, необходимых для реализации какой-то цели, напишите в комментариях. Также мне интересно, какой из этих семи пунктов вам понравился больше всего. Какой вы собираетесь использовать в своей работе и в достижении своих целей? Или вы считаете, что пункты 8, 9 и 10 еще необходимо добавить к списку? Оставляйте комментарии, и я присоединяюсь к вам в обсуждении. Еще раз спасибо, что посмотрели это видео. Я вас обнимаю, верю в вас. Продолжайте верить в себя, и какое бы ни было одно ваше слово, до скорой встречи. Увидимся.